приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клева сегодняшнее видео посвящено одному интересному вопросу почему путается оснастка inline вот я ее связал такой классический вариант связал ее из толстой лески для наглядности чтобы показать вам короткий поводок сделал тоже из толстой лески с большим крючком состоит она получается с кормушки с небольшим отводиком тут вертлюжок с фидергамом и коротенький поводочек вот такой казалось бы ну чему здесь путаться все тут вроде как понятно легко и просто проблем не должно быть никаких международная оснастка которая разрешена в международных соревнованиях по фидерному спорту ничего не должно по идее путаться но есть нюансы друзья почему-то у любителей все-таки происходит перехлёст поводка и когда они вытаскивают оснастку она уже перепутана на самом деле друзья есть несколько причин которые я нашел может есть какие-то другие причины которыми вы поделитесь в комментариях под этим видео но я нашел несколько причин итак друзья первая причина скроет кроется в том что любители в основном используют более толстую леску чем спортсмены и когда с толстой лески они вяжут узлы для привязывания крючка либо для привязывания петли то остается вот такой вот устюг скажем так из толстой лески полтора-два миллиметра кто сколько оставляет и это вот может быть одной из причин почему оснастка путается то есть необходимо устранять эту причину подрезанием этого хвостика чтобы он был как можно меньше то есть буквально там доли миллиметра это этим вариантом устраняется первая причина друзья вторая причина это использование неправильных ветлюшков вот такие ветлюшки с карбинами использую я вот вы видите на них получается вот этот крючочек который фиксирует карабинчик он идет либо внутрь либо вообще нет вы видите а многие пользуются ветлюшками с карабинами у которых застежка идет наружу выходит вот эта застежка тоже является одной из причин почему путается оснастка и так друзья третья причина заключается как мне кажется в неправильном забросе некоторых любителей в чем это заключается вот давайте посмотрим саму физику процесса то есть когда мы забрасываем оснастку у нас впереди летит кормушка так как она тяжелее до поводок с крючком летит сзади поводок с крючком друзья во время полета может один или два раза перехлестнуться с основной леской или шнуром и если вы не клипсуетесь то получается такая ситуация если она не заклипсована она вот так вот и падает то есть кормушка впереди оснастка уже запутанная сзади вы поняли спортсмены никогда так не забрасывают у них всегда их оснастка заклипсована спортсмены всегда клипсуются точно заброса это самая главная характеристика самый главный показатель их улова потому что если не кидать в одну точку не прикаливать и именно одну точку то больших результатов в спорте фидером спорте не видать поэтому они всегда клипсуются и посмотрите друзья что происходит во время клипсования кормушка летит шнур выматывается доходит до клипсы кормушка в полете останавливается и начинает падать в этот момент поводок по инерции продолжает лететь вперед и тем самым распутывается то есть никаких вот здесь запутывание уже быть не может но я в принципе могу понять любители потому что сам являюсь любителем рыбалки я не спортсмен любитель вот и хочу сказать что я тоже не клипсуюсь но при этом когда у меня оснастка летит и уже перед самим приводнением я закрываю дужку в таком случае происходит то же самое останавливается в полете и поводок выпрямляется выполнена вот таким способом можно сделать так чтобы кормушка и поводок не путались между собой почему я не клипсуюсь потому что мне нравится ловить крупную рыбу я люблю забросить и подождать крупную рыбу а спортсмены ловят ту рыбу которой много чтобы ее поставить на темп чтобы поймать больше вы понимаете то есть им не важно большая крупная рыба тем более что на многих соревнованиях если рыба зашла в сектор соперника то вас могут дисквалифицировать поэтому они ловят мелкую но много а мне нравится ловить больше большую но меньше скажем так и четвертый момент почему пытается поводок друзья это мне уже подсказали сами спортсмены он может путаться при выматывании при скоростном выматывание особенно когда на крючок наживляют два парыша он получается вертолетом становится ее так как турбинка крутится и тем самым может запутать поводок но опять же таки он запутывает так что вы только подняли поводок немножко его натянули и он распутывается моментально друзья вот такое короткое видео у нас получилось если вы знаете другие причины почему путается поводок и способы их устранения пишите обязательно в комментариях будет очень приятно интересно узнать ваши мнения если видео полезно было ставьте лайки подписывайтесь на канал но я прощаюсь с вами до скорых встреч на рыбалке всем удачи всего хорошего пока